Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре батареи потеплели почти во всех соцучреждениях. Многие жилые дома также уже с отоплением, когда подключат к теплу остальные здания. Какие убытки понес госбюджет от въездного туризма и почему с открытием границ на турецких пляжах не наблюдается аншлаг? Сезон 2020 глазами туроператоров. Она прожила короткую, но яркую жизнь. В Самаре открыли памятную табличку ветерану войны Нине Ляпиной на стене колледжа, носящего ее имя. 150 баллонов краски и 8 дней работы. В Самаре появилось граффити с портретами трех героев войны. 40 кошек, 22 собаки, кролик и черепаха обрели крышу над головой. В выходные взяли домой посетители выставки «Друг человека», организованные при поддержке городских властей. В Самаре продолжаются работы по подключению к системе отопления школ, детских садов, учреждений опеки, больниц и многоквартирных домов. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, батареи прогрелись в 98% соцучреждений. В том числе во всех учреждениях опеки и попечительства и всех больницах с постоянным пребыванием. А также в половине жилых домов города. Когда подключат оставшийся жилой фонд, обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Лариса Шалафаст продолжит тему. Тепло в самарские детские сады, больницы, дома культуры и спортивные объекты поступает по графику. Батареи прогрелись уже в 96% учреждений. Сейчас без тепла пока остаются 12 школ. Подключить их должны в течение этой недели. Ситуацию держат на контроле руководители профильных департаментов. Продолжают подключать к теплу и многоквартирные дома. На сегодняшний день подключено 4224 многоквартирных дома. В принципе, то, что планировали за выходные, нам удалось. Сейчас развернули полностью все теплоисточники в полном объеме. Напомню, отопительный сезон в Самаре в этом году начался раньше официальной даты. Обычно он стартует после того, как температура на улице в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Температурный режим на улице пока благоприятный. По прогнозам синоптиков, на этой неделе воздух в городе будет прогреваться в дневное время до плюс 14-15 градусов. Но на график подключения к теплу бабье лето не повлияет. Городские власти решили не ждать похолодания. На еженедельном совещании в мэрии первый заместитель главы города Максим Харитонов поручил руководителям районных администраций держать работу и сроки по подключению к теплу на особом контроле. Вопрос этот наиважнейший на текущий момент на повестке сегодняшней. Поэтому прошу контроль не ослаблять до включения стопроцентного и объектов соцсферы, и многоквартирных домов. Также на совещании обсудили работу по перекладке теплосетей. Сейчас завершается ремонт на нескольких объектах на улицах Печорская, Пензенская и Советской армии. Все они должны быть готовы в ближайшие дни. Лариса Шлафас, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 12 332. Такие данные в понедельник, 5 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 71 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 9611 пациентов. Число летальных исходов в регионе составляет 203. В общественном транспорте Самары продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Если раньше пассажиров без средств индивидуальной защиты могли попросить покинуть салон, то с 1 октября таких граждан начали штрафовать. С проверкой в Самарский общественный транспорт отправилась и мэрия Илчан. Ладно, человек. Маски одеваем. Маски одеваем. Масочный режим на сегодняшний день – необходимая мера защиты от коронавируса, а также от других сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом ежедневно напоминают самарцам в общественных местах. Особенно важно носить средства индивидуальной защиты в транспорте, где не всегда удается соблюдать социальную дистанцию. Для предотвращения распространения коронавируса в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в маршрутках проводятся рейды. Лучше, конечно. Люди стали понимать, что масочки надо носить. Но мы проверяем в 8 утра, иногда в 9, в 2 часа дня и в 5 часов вечера. Проверяем очень большое количество транспорта. Напомним, для максимального охвата подвижного состава по поручению главы города Елены Лапушкиной с позапрошлой недели втрое нарастили количество участников рейдовых проверок. Вместе с правоохранительными на проверки выходят сотрудники департамента транспорта и дружинники. Если раньше пассажиров без масок могли просто попросить покинуть салон, иначе общественный транспорт не трогался с места, то с 1 октября таких граждан начали штрафовать. В подземке патрульные бригады работают не только в турникетных зонах, но и в кассовых залах, на платформах ожидания, в поездах, у входных дверей метрополитена. Сотрудники полиции просят у нарушителя паспорт. В случае его отсутствия устанавливают личность гражданина на месте с помощью электронной базы. А если потребуется, могут и сопроводить его в отделении полиции для установления личности и составления административного протокола. В основном, когда мы начинали эту работу, мы вступали в какие-то диалоги, пререкания были, ругань в наш адрес происходил со стороны пассажиров. Сейчас картинка поменялась. Как только видят люди, что идет контрольная бригада, в масках сразу все... В мае-июне 2020 года в основном контингент на стране Самарский не относился так ответственно к масочному режиму. То есть были такие правонарушения с маской. Сейчас такого нет. За выходные в отношении пассажиров общественного транспорта, пытавшихся проехать без масок, составили пять протоколов. Суммы штрафов на граждан за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности – от 1000 до 30 тысяч рублей. Это касается не только пассажиров-нарушителей, но и сотрудников транспортных предприятий, водителей и кондукторов, которые пренебрегают мерами профилактики. Ранее они привлекались к дисциплинарной ответственности после проверок и по решению руководства предприятий-перевозчиков. Сейчас наказывать будут еще и рублем. Но городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель проверок – не столько наказать, сколько убедить использовать средства защиты, чтобы избежать заболевания коронавирусом, а также другими респираторно-вирусными инфекциями. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников сферы образования с Днем Учителя. Она поблагодарила их за умение вдохновлять и помогать в достижении самых высоких результатов, за терпение и большой вклад в будущее города и страны. И пожелала оптимизма, душевных сил, крепкого здоровья и благополучия. Аналитики Яндекс собрали самые популярные запросы, связанные с этим праздником, и узнали, что пользователи спрашивают про преподавателей в интернете, какие формулы хотят вспомнить, каким сочинением готовятся и даже какие сюрпризы готовят учителям. Например, чаще всего интересуются, что подарить учителю, как поздравлять и сколько зарабатывают преподаватели. Больше всего хотят узнать о школьных успехах президента Владимира Путина, участников южнокорейского бойсбенда Егора Крида и Альберта Эйнштейна. Среди формул, которые ищут в поисковике, сокращенное умножение, тригонометрические формулы и вычисление дискриминанта. За помощью в интернет чаще всего идут при написании рефератов по физике, физкультуре, литературе и ОБЖ. Знаковое событие в Самарском медицинском колледже. Имя Нины Ляпиной, которое он носит, увековечили в камне. В годы войны фельдшер-акушер Нина Ляпина помогала восстанавливаться тяжело раненым партизанам. Она погибла в 1942 году. В годовщину ее героической гибели на стене учебного заведения, которое она окончила, появилась памятная табличка. Подробнее в сюжете Ольги Павловой. Она прожила короткую, но яркую жизнь и стала примером для нового поколения. Колледжа ветерана войны Нины Ляпиной несут цветы студенты, коллеги близкие. Внучка Нины Дмитриевны Юлия о бабушке вспоминает с гордостью. Память о ее подвигах до сих пор жива. А теперь еще и увековечены открытием мемориала в ее честь. Мы приняли в этом участие, чему очень благодарны руководству медицинского колледжа, у которой есть очень хорошая и добрая традиция. Они чтят память своей выпускницы и передают его из поколения в поколение. Блестящий фельдшер, отважный врач, жена, коллега и, конечно же, боец. На фронт Нина Дмитриевна пошла добровольцем. Работала в Куйбышской военно-медицинской академии. Помогала восстанавливаться тяжелораненым в рядах партизанского отряда легендарного командира Сидора Ковпака. Нина Ляпиной не стала в октябре 1942-го. Совершив очередной героический подвиг, попала под пулеметный обстрел. Но успела сказать главное. Хватит кланяться фашистам. И все пошли за ним. В этом бою она получила хранение несовместимой жизни. И последние ее слова она передала и сказала, передайте маме, папе и маме Саши. Я их не подвела. Она для меня пример мужества, храбрости медицинского работника. И я считаю это гордость носить ее имя. И все мы в какой-то степени хотим быть похожи на ее. А когда-то, может быть, даже повторить ее подвиг. Открытие мемориалов память о Нине Ляпиной. На здании Самарского медицинского колледжа экскурс в историю. Что одинаково важно. Как для заведения, в котором обучаются более 4 тысяч студентов, так и для жителей областного центра. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Банк России повысил курсы валют. В стране прогнозируют ипотечный кризис. А половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей в месяц. Подробности расскажем в нашей традиционной рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Половина россиян зарабатывают меньше 35 тысяч рублей в месяц. Такие данные сообщают аналитики, которые посчитали медианную зарплату. Это средний показатель доходов сотрудников. Своеобразный зарплатный экватор, когда половина работников в компании имеет зарплату выше этого показателя, а половина ниже. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, медианный доход вырос на 15%. Выше всего он в сфере строительства и в автомобильном бизнесе. Здесь работодатели предлагают в среднем 45 тысяч рублей. Около 40 тысяч в транспортно-логистической отрасли и в бьюти-сферах, таких как фитнес и салоны красоты. В России сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса. Он может случиться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье, считают эксперты. Один из главных факторов риска – активное развитие дешевой ипотеки. Сегодня оформить кредит на покупку жилья могут даже те, кто имеет минимальные сбережения или не имеет их вовсе. Многие берут потребительские займы на первоначальный взнос. Самарцы стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. За первое полугодие в регионе совершили 263 миллиона подобных операций. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Суммарный объем трат по картам – 176 миллиардов рублей. При этом самарцы использовали безналичный расчет в 9 раз чаще, чем снимали наличку с карт. Рост связан как с расширением платежной инфраструктуры и появлением новых терминалов, так и с популярностью покупок в интернете. Многие пошли в онлайн после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Курсы валют снова понемногу идут вверх. Официальный курс доллара на завтра – 78 рублей 13 копеек. Американская валюта прибавила 4 копейки. Евро – 91 рубль и 66 копеек. Европейская валюта увеличилась на 8 копеек. Нефть марки «Брент» на 15 часов 5 октября стоит 40 долларов и 77 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Почти 90% прибыли от въездного туризма госпюджет в этом году не досчитается. Такие цифры озвучил Российский союз туриндустрии. В 2019-м за счет зарубежных туристов страна пополнила казну на 10 миллиардов рублей. В этом сумма не превысит 1 миллиарда. Состояние внутреннего туризма тоже оставляет желать лучшего. Предварительные итоги сезона 2020 подвели самарские турагентства. Гульфия Сафина продолжит тему. Пенсионерка Валентина Пуликова планировала с внучкой весной 2020-го прокатиться по Скандинавии. Путевку и визы оплатила еще в январе. В итоге поездка не состоялась, а деньги оказались заморожены. Ну где-то около 40 тысяч. Просто потеряли на визу? Просто потеряла. За визу оплатила и за самолет. Ну пролетела, но бывает на старуху проруха. Отмены, возвраты, многоразовые переносы дат. Турагенты говорят, работа сейчас прибавилась, а прибыли такая суета не приносит. В этом году все по-другому, безусловно. Год совершенно необычный. И такого в истории, по сути, не было, наверное, лет 50 в истории туризма, я имею в виду. С марта по июль продаж вообще не было. То есть не то, чтобы там чуть-чуть. Их не было вообще. От въездного туризма также одни убытки. По подсчетам Ростуризма, госбюджет недополучил порядка 7 миллиардов рублей. К январю эта сумма увеличится до 9, уверены аналитики. Летняя передышка в июле, августе и сентябре, когда границы регионов открыли, спасла некоторые туристические компании от банкротства. В лидеры вырвались курорты Краснодарского края и Крым. Как никогда хорошо продавались речные круизы и турбазы Самарской области. Прежде всего пользовались спросом самые недорогие объекты и самые дорогие. Учитывая, что самые дорогие, потому что большое количество наших индивидуальных, скажем, ВИП-туристов все-таки не попали на зарубежные курорты, конечно, они постарались воспользоваться всеми ВИП-объектами по всей России. То есть это и Сочи, и Крым было просто невозможно в июле, в первой половине августа. Вот все было продано до конца августа. Аншлаг на берегах Краснодарского края, по мнению экспертов, был вызван отложенным спросом. Туда отправились те, кто не смог отдохнуть весной и в начале лета. Причем многие предпочли самостоятельный тур на личном авто. Вопреки ожиданиям туроператоров, открытие границы с Турцией не вызвало большого ажиотажа. Часть туристов не захотели по прибытии сдавать тест на ковид, других смутили подросшие цены. К примеру, если до пандемии самый недорогой отель на двоих стоил от 30 до 40 тысяч рублей за неделю, то в этом году 50-70 тысяч. Особенности года повлияли и на длительность сезона. Если год назад в период с октября по ноябрь шла активная продажа бархатных путевок, то в этом году непривычно тихо. Несмотря на то, что стандартные направления этих дней в виде Турции, Мальдив, Египта и Арабских Эмиратов открыты, столпотворения в аэропортах так и не произошло. Это объясняется страхом перед второй волной пандемии, считают эксперты, и опасениями остаться запертыми за рубежом. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. 150 баллонов краски и 8 дней работы. В Самаре нарисовали граффити с портретами трех героев войны. Новый мурал появился на фасаде дома по улице Урицкого, 28. Историю его возникновения узнала мэрия Елчан. На фасаде дома по улице Урицкого, 28, появилось новое граффити. Здесь изображены участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР Михаил Пуговкин, летчица Ольга Санфирова и передовик советского авиастроения, герой соцтруда Дмитрий Варфоломеев. Осенью при участии фонда капремонта и Министерства строительства Российской Федерации стартовала акция «Портрет памяти». Идея проекта заключается в том, чтобы изобразить на фасадах многоквартирных домов портреты выдающихся героев войны. Арт-работа посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, при реализации подобных проектов мы видим, что жители относятся с благодарностью, с какой-то частичкой гордости к своему дому, поскольку на данном доме вековечена теперь память трех героев войны. Поэтому, безусловно, жителями такие проекты воспринимаются положительно. Я живу вот в соседнем доме, но, по крайней мере, молодежь будет знать наших героев. Пуговкин, Варфоломеев, Санфирова, девочицы. Очень здорово. В жизнь воплотили проект художники из Новокуевышевска – Роман Лозовой и Иван Мудрик. Чтобы нарисовать портреты героев, им потребовалось 8 дней и 150 баллонов краски. Здесь мы хотели подчеркнуть род деятельности каждого героя и непосредственно, чтобы каждому было ассоциативно понятно, к какой сфере относится данный герой. Новый Мурал создали на средства спонсоров. Взносы на капремонт для этих целей не использовались. Мэри Илчан, События. Еще одна награда в копилку телеканала «Самара ГИС». Победителем конкурса молодежных медиапроектов на тему национально-культурного разнообразия Самарской области стала наш корреспондент Елена Малютина. Она боролась за победу в номинации «Профи». Подробнее в нашем сюжете. Победу в областном конкурсе корреспонденту телеканала «Самара ГИС» Елене Малютиной принес сюжеты фестиваля «Есенинская осень». Он проходил в Ширяево. На празднике были представлены выступления коллективов, которые отображали традиции народов, проживающих на территории региона. Мы снимали сюжет в одном из самых живописных мест Самарской области, в селе Ширяево. Конечно, мы получили от этого огромное удовольствие и вдвойне приятно в начале рабочей недели, конечно, получить награду. Телеканал «Самара ГИС» всегда активно освещает все события региона и области, которые достойны внимания нашего зрителя. Естественно, это большая, огромная работа, которую дел выполняет наша команда, поэтому эту награду я бы хотела, конечно, разделить с нашим коллективом. В конкурсе могли участвовать любители – это блогеры и молодежные студии в номинации «Поколение мультимедиа» и профессиональные журналисты в номинации «Профи». Всего на суд-жюри было представлено 50 работ, из них в финал вышли только 14. Умение создавать позитив в рамках этой темы, умение находить интересных людей, интересные истории, умение находить сюжеты, которые достойны внимания – это, наверное, самое сложное в работе журналиста. И то, к чему у него лежит душа. И вот этот конкурс, наверное, дает возможность профессиональным журналистам показать свои вот такие удачные и дорогие сердцу, наверное, работы. Конкурс прошел при поддержке администрации губернатора Самарской области и автономной некоммерческой организации «Культурный центр Лука». В качестве партнера конкурса выступил Самарский социально-педагогический университет. Я думаю, что просто у этого конкурса очень хороший потенциал, потому что туристическая тема, то есть этническое разнообразие культурное, оно очень хорошо накладывается на туризм, на туристическую тему. И сейчас эта тема очень активно развивается, внутреннего туризма. И я думаю, что здесь у конкурса очень большие перспективы. И здесь, в общем-то, я думаю, что люди будут откликаться, и мы получим большее количество откликов и большее количество работ уже в следующем году. Организаторы планируют проводить конкурс ежегодно. Лариса Шлафаст, Елена Малютина, Николай Сидоров. События. 40 кошек и 22 собаки из городских приютов нашли новый дом благодаря выставке «Друг человека», которая в выходные прошла в Самаре при поддержке городских властей. Подробнее Мария Левина. Этого красавца зовут Блейд. Ему 7 месяцев. В приют он попал совсем недавно, его принесли волонтеры. Ирина Запивалова – одна из них. Девушка пять лет назад устроилась работать администратором в антикафе, где жили кошки. С тех пор с животными не расстается. Сама приютила пять кошек и собаку. Каждому животному нужна забота и любовь, уверена Ирина. Приходишь к ним, в какой-то собственный свой мир, с ними можно пообщаться. По улицам вроде не только агрессивные животные, но также и животные, которые в воле судьбы там оказались. И они в этом не виноваты. Около 300 собак и кошек из приютов участвовали в выставке «Друг человека». Забрать животного отсюда самарцы могли бесплатно. В этом году выставка работала два дня. Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на животных, которые мечтают о доме. Количество посетителей приютов значительно сократилось, а питомцы нуждаются не только в питании и крыше над головой, но и в ласке. Теперь ее будут получать 40 кошек и 22 собаки, а также черепаха и кролик. Все они отправились обживать новые дома. Для многих взять животное из приюта и вообще взять животное – это взвешенное решение, которое нужно обдумать. И в этот раз у людей есть день, чтобы познакомиться, и день для того, чтобы забрать. На выставке представлены как котята и щенки, так и взрослые особи. Все четвероногие обследованы и привиты. Большинство из них стерилизованы. Приюты заключили партнерские соглашения с ветклиниками, которые в дальнейшем готовы обеспечить медицинское сопровождение животных. Некоторые планируют оказывать услуги бесплатно, другие – с хорошей скидкой. Выставка проходит при поддержке администрации Самары и Октябрьского внутригородского района. По итогам фестиваля 100 кошек и около 100 собак получают добрых, надежных в себе друзей, получают крышу над головой. Они обретают дом родной. И я этому очень рада. Очень рада тому, что в нашем городе очень много-много-много добрых людей. Практически все приюты столкнулись с огромной проблемой – это содержание, прокорм животных. Это и Самара, и Тольятти, и другие города. Мы помогаем очень многим приютам города Самара. Мы буквально несколько месяцев назад оказывали материальную помощь и физическую – это покраска и постройка вольеров. Мы привозим корм. Волонтеры и активисты выгуливают животных. Сотрудники приютов и после передачи животных будут следить за их судьбой. Новые владельцы обязаны время от времени предоставлять фотоотчеты, чтобы в приютах были уверены, что их подопечные не оказались снова на улице. Мария Левина, Константин Головин. События. В воскресенье не стало генерального директора страховой компании «АСКОМЕД» и президента страхового холдинга «АСКО» Юрия Цветкова. Он возглавлял крупнейшую страховую компанию более 27 лет. Редакция телеканала «Самара ГИС» приносит свои соболезнования жене Юрия Дмитриевича, председателю Союза журналистов Самарской области Ирине Владимировне Цветковой, его родным, близким и коллегам. Еще одна трагическая новость. В понедельник, 5 октября, в Самаре на 1982 году ушел из жизни музыкальный и театральный критик, журналист Валерий Иванов. Валерий Семенович – автор двухтомника «Самарт», страницы новейшей истории, многочисленных интервью, портретов и рецензий, очерков о Самарте и его актерах. Коллектив телеканала «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким Валерия Иванова. Твиттер телеканала «Самара ГИС» лидирует по количеству подписчиков. У нашего ресурса 7 770 пользователей. В месяц суммарные просмотры достигают 350 тысяч. Это более 11 тысяч показов за день. Кроме того, новости «Самара ГИС» можно прочитать на сайте нашего телеканала и в соцсетях, а также посмотреть в приложении на своем смартфоне. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА